Они все еще полны сил и энтузиазма, а ведь это уже третий час соревнований по робототехнике. Третья гимназия представила на конкурс шесть команд. Названия сборных разнообразны, фиксики, вали и даже программ Ку-Ку. То, что обычным людям кажется забавным, для настоящих программистов имеет свое, серьезное значение. Это стандартное название для программ на Паскале. Обычно так называли учителя информатики, так все программы, которые нам объясняли, программ Ку-Ку. 30 октября участники Архангельского регионального турнира по робототехнике получили техническое задание. Собрать модель робота из специальных образовательных наборов LEGO Mindstorm. Программным же обеспечением эти погрузчики школьники оснащали сегодня в течение четырех часов, одновременно тестируя результат своего труда. Это испытательная площадка для моделей. Она имитирует лесозагодовительную базу. Задача робота – свалить дерево, не задев при этом молодую поросль. Во время испытаний машины не застрахованы от падений. Тогда приходится собирать их заново. Но лучше это случится с моделями, чем с настоящей лесозагодовительной техникой, которую, возможно, будут разрабатывать и программировать эти ребята. Кстати, мальчишки, принимающие участие в конкурсе, получают уникальные знания не только на уроках информатики. Все они посетители школьного кружка по робототехнике. Все ходят с увлечением. Приходят, прибегают, смотрят, собирают различные модели. Домой их сложно отправить. И после уроков, на переменах, все пытаются что-то доделать. Также вот и соревнования, сейчас же каникулы, но они все дни, рабочие, они вот у нас с утра до вечера до конца нашего рабочего дня, они собирают. По окончании соревнований ребята загрузят полученные программы на сайт чемпионата. Оттуда члены жюри по очереди скачают программное обеспечение, установят его на свою модель машины и уже на практике оценят работу каждой команды. Победители турнира станут известны 10 ноября. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Подорама Севера.